Этой игры ждали все, и команды, и зрители. Забегая вперед, скажем, что двухчасовой праздник юмора получился. Тема игры так и звучала – праздник каждый день. Так что отмечать, каждая из команд по-своему, начали уже с разминки приветствия. Итак, продолжаем. Ипотека! Новоселье! Мусор! Путин? А что тут непонятного-то? Джинь Путину, и нет мусора! Если мы выбираем Путина, значит выбираем праздник каждый день. Неплохо. Поехали дальше. Работаем, работаем, ребята. Привет, чё? Излечу нервную систему. Прочищу трубы. Тебе двигатель отмою. Подправлю потенцию. Не просто было выходить на сцену дебютантом игры, первокурсником филиала Уральского федерального университета. На учебу они ходят как на праздник, поэтому и шутили больше про универ. Например, вот что бывает, когда препод выходит из аудитории на контрольной. Так, тихо, тихо, я сама всех отмечу. Абрамов? Здесь. Гагарин? Здесь, здесь. Увалов? Здесь. Где Увалов? Заболел. Здрасте. Фамилия? Увалов. Выздоровел уже? Я и не болел. Ну так, ребята, вас как-то немного, а на улице погода хорошая. Давайте я вас отпущу. Блин, давайте мы еще позанимаемся. Заткнись. Еще одни дебютанты заводской лиги – команда «Женская логика». Единственного мужчину в своем коллективе – Илью Петровского из 54-го цеха – девушки ласково называли реквизитом и использовали в сценках в качестве незадачливого мужа. Ш-ш-ш-ш. Все, уложила. Спит. Дорогая, пошипи мне. Конечно, милый. Вот ты вчера поел, а посуду не помыл. А я тебе что, проклятая, с утра до вечера за такой-то ребенком ходил. А ты что здесь делаешь? Тебя караулю. Ха, с бутербродом, зуба. Вася, запомни народную мудрость. У каждой женщины есть талия. А твоя где? Или ты не женщина? Когда на приветствие вышла машина юмора, Сергей Вершинин, объединивший трех рослых парней в команду под названием «Можно все», зал уже был разогрет и каждую шутку встречал на ура. Мне 34 года, у меня жена, дети, ипотека, поэтому не удивляйтесь, если во время выступления я немножко закимарю, да. Итак, почему закимарю? Да потому что если я прохожу через проходную, то у меня обязательно кроме пакета и карманов досматривают еще и мешки под глазами. Нетрудно догадаться, что всю остальную часть выступления команды «Можно все», мужская половина зала ждала, когда же Сергей Вершинин закимарит в очередной раз. Но качественный юмор у парней в запасе тоже имелся. А вот представь, если бы «Титаник» сделали бы из нашего «Титана», и он бы не затонул. Конечно бы не затонул. Вот, круиза закончился, мы приплыли с тобой, Джек. Кстати, у меня для тебя сюрприз, я беременна. Да уж действительно приплыли. Кстати, женскую аудиторию команда «Можно все» тоже порадовала, когда на сцене в одном сомбреро появился бывший участник конкурса «Мистер ВСМПО» Данила Черных. Знакомьтесь, это Данил. Он представитель древнейшей профессии. Да, все верно, я кузнец. Ну а вообще, спасибо КВН, спасибо игре за то, что мы могли собраться. Ведь если бы не игра, мы бы встретились только на профосмотре у психиатра. Своей брутальностью парни умудрились пробрать до мурашек некоторых членов жюри. Может быть, поэтому из конкурса приветствия они вышли в лидерах. А впереди был конкурс «Биатлон». И большинство заготовленных командами шуток, что называется, выстрелили. В новогодние каникулы бабушка не хотела готовить, поэтому выдавала внукам суточные. При расследовании несчастных случаев в токарке отпечатки пальцев можно брать без согласия владельцев пальцев. Праздник удался, это если у вас в телефоне есть 150 фотографий, и все стыдно показывать. Мужчины ждут внимания о свой праздник мужества, и одарят жены баночки, в которых два носка. Красивая девушка Лида в соседстве с КБ проживает. В субботу с утра во двор выйдет, собаки три дня потом лают. «Слава был оптимистом, и даже заходя в цеховой туалет, представлял, что это брызги шимпанского!» По правилам третьего конкурса «Стэм» на сцене должно было находиться не более трех КВНщиков, и обыграть им предстояло праздник, которого нет. Парни из молодежки придумали день защиты высоких людей, и даже задействовали выступление самого генерального директора ВСМПуа Висма. «Ты хоть представляешь, что это за экран? Кто нам его дал, и сколько он вообще стоит? Ты представляешь? Ты вообще думаешь?» «Это один из лучших подарков, который цех сделал себе и нам всем. На сегодня мы это оцениваем где-то порядка 600-700 миллионов долларов». Девчонки устроили в «Стэме» праздник живота или ночной дожор. Они представили, какие диалоги могут случиться у продуктов в холодильнике. «Меня съедят! Меня съедят!» «Успокойся! Никто тебя не съедет! Тебя же нужно чистить, резать, жарить! А им лень!» «Представляете, приходят гости, а там я! И шампанское! Красота!» «Меня съедят! Меня съедят! Ну почему сразу я? Сразу картошка! Девочки, давайте притворимся тухлыми!» «Да что вы трясетесь, дуры? Никто вас не съест!» «Почему?» «Они купили вас неделю назад, когда решили на диету сесть!» «Значит, точно съедят!» «Да говорю же, не съедят! Сегодня что, четверг, а они на диету по понедельникам садятся!» «Крешно горчиться! Тебе до чего опережать, нужно, но продукта!» «Продукта! Продукта!» «Да я бессмертна!» Из команды «Ничего личного» на сцену тоже вышли трое, но они были в тельняшках и разыгрывали бытовые сценки из семейной жизни. Может быть, поэтому нашли отклик в каждом зрителе. «Тоже мне праздник! Конец четверти! То ли дело? Начало второй!» «Коля! Коля! Мне что надеть? Мне что надеть?» «Да ты же надета вроде!» «Я у тебя совершенно раздета!» «Розета! Так это же просто праздник какой-то!» Благодаря конкурсу STEM команда «Ничего личного» вырвалась в лидеры. И в заключительном конкурсе одной песни догнать их не удалось уже никому. Даже уморительный рэп-мюзикл про заводских котов не продвинул команду «Можно все» к заветному призовому месту. «Это коты! Это коты! Это коты! Заводские коты!» «Косточку дай! И мы сразу кинты!» «Да! Нет, ну заводчане, конечно, молодцы! Молодцы! Уважаю!» «Это же надо каждый день нести на работу и свои кости, и куриные!» «А вы замечали, что чем дальше от зарплаты, тем меньше мяса на костях?» «Да к чё там? Передаванцам они вообще, знаете, у нас эти кости обратно забирать пытаются». «Оцветиться! Вышла полная халтура! С праздником я поприлась и явилась! Оцветиться!» «Я денежки люблю, собираю по рублю, по платежкам и кредитам я их весело делю!» «А я вера ни биткоинов, ни рублей, потому что мне живой товар милей!» «Я рожаю каждый год, мало кто меня поймет, потому что мне беременность идет!» Последние оценки поставлены. Пока жюри выводило итоговые баллы, команды потешили зрителей экспромтами в формате «Вопрос-ответ». Но вот огласить итоги игры на сцену выходит председатель жюри Антон Данилов. В нулевых он сам был активным участником и капитаном команды цеха номер 35 в СМПО «Титановое чудо». «По себе знаю, каждый выход на сцену – это маленькая победа над самим собой. То есть, ребята, вы в любом случае победители». Студенты УРФУ покидали игру, довольные полученными эмоциями и опытом. Третье место заняли заводские коты из «Можно все». Девушки из женской логики, унося диплом второй степени и торт, решили отложить похудение до следующего понедельника. А самый большой кубок снова оказался в руках сборной цехов «Ничего личного». «На самом деле для нас вот в самом мероприятии КВН оно больше, чем какая-то игра. Для нас это в первую очередь собраться вот этой компанией, потому что мы очень редко собираемся. Вот КВН именно нас объединяет». «Я знаю, он намекает просто на то, чтобы делать чаще КВН. Да? Да, да. Мы чаще собирались». «Мы будем очень рады и очень благодарны молодежной организации, если она будет как минимум два раза в год устраивать такие мероприятия». «Да, как эти, уральские пельмени на СС, повтор, повтор». Но расслабляться победителям не стоит. Команды-соперники уже проанализировали итоги игры и жажду треванша. Готовы писать новые шутки. «Они рождались в муках, как и все рождается, да, как дети. Это наше детище, наше совместное детище. У нас, конечно, были очень хорошие помощники. Вот, мы это сделали, мы это смогли. Мы очень-очень рады». «Результатом своим довольны? Конечно, да. На следующий год мы их сделаем. Цель есть». «Отлично. Мы вообще не собирались в биатлоне далеко проходить. Мы хотели выйти, ну, первыми, может, вторыми, чтобы успеть подготовиться к стему. Но случилось страшное. Мы прошли до конца, взяли один балл, прям победили в биатлоне. И нам некогда было готовить стем. Мы все бросили, побежали и сложали. Ну, ничего, в следующий раз будем умнее и проиграем в биатлон». С нетерпением будут ждать новых встреч и зрители, которые покидали зал в отличном настроении и благодарили ребят за этот праздник юмора. «Мне очень понравилось. Все команды понравились. И студенты тоже очень, кстати, актуальны. У них были шутки. Женская логика». «Я болела за Уфу. Потому что они новенькие, конечно, да, им очень было тяжело. Но молодцы ребята. Мне вообще очень они понравились. И волнение их, конечно, было сильно. Но можно все это, можно все. Они, парни, конечно, молодцы. Эти коты меня вообще убили. Те, конечно, без волнения». «Праведливо, как считаете, распределились места?» «Да, в принципе, да. Места распределились. Ничего лишнего. Они молодцы, конечно. Жгли по полной. Жгли по полной». «Просто приятный вечер. Приятно видеть, что КВН не загибается в Салде. Видно это. Команды стараются, упираются. В общем, приятный вечер». «Ничего лишнего». «Они хорошо». «Угу». Лート на катiche «Т Beer». «Угу». «Gsарь». «Угу».